Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Здравствуйте. У меня вопрос, в принципе, который касается больше как бы может быть наличие подобного опыта. Интересно, как развивались такие продукты, как Яндекс.Маркет. Ну, нечто то, что связывается, как бы, скажем, несколько баз есть. Есть предполагаемые пользовательские базы и, скажем так, реальный сектор экономики, которые должны в одном месте сойтись, да? То есть вот интересуют, собственно, как бы сложности или какие-то хаки или, возможно, рифы. Ну, то, что из каких-то практик, если есть подобная информация, интересно было послушать ваше мнение. Спасибо. Ну, я не очень понял, правда, про пользовательские базы, потому что там не пользовательские базы, там же базы магазинов. Я поясню, в чем страхи. Собственно, как бы, грубо говоря, привлекая одних, например, Ну, Яндекс.Маркет, да, какие-то торговые площадки. Одни же заинтересованы в живых пользователях, которые будут заходить смотреть. Например, ситуация, если сервис новый. Ну, допустим, можно ботами закрыть вопрос какого-то количества статистики на некоторое время. Но от этого же не пойдет какой-то фидбэк для торговых точек, которые заходят на эту площадку. И также наоборот. Как бы, вот, собственно, проблема двух баз и их соединение в одном месте. Понятно, что первично, курица или яйцо, да? Ну, да. Сделать продукт или продать его. Ну, вообще, честно скажу, что у Яндекса, конечно, в этом отношении некая кредибилити имеется. Хотя бы потому, что, как вы понимаете, нулевой трафик на проектах Яндекса был в 97-м году. С тех пор он там есть. И, конечно же, когда готовился любой специализированный проект, любой специализированный поиск, никто не задавал вопрос, ребята, трафик там будет или нет. Ну, то есть понятно, что какой-то трафик Яндекс нальет на любой проект. Поэтому с партнерами можно было о чем-то говорить. Значит, при этом, ну, правильная, как мне кажется, действительно, и в долгосрочной перспективе оправданная практика – это в первую очередь ориентироваться на пользователей. Мы даже в свое время рисовали такую вот картинку, что на первом месте у нас там такая пьедестал почета, но на самом верху в шикарном каесле сидит пользователь. Дальше партнер. Значит, и рекламодатель вот так поровну. В долгосрочной перспективе намного выгоднее, например, урезать рекламодателя, зажать его в какие-то там, ну, запретить ему, например, там, выскакивающий на пол экрана баннер айсовать, вот, получив взамен пользовательскую лояльность. Мы в свое время гордо рассказывали, что CTR рекламы на главной странице Яндекса выше, чем на главной странице Mail.ru. При том, что на главной странице Яндекса один баннер, но большой, заметный, за счет того, что он один и он не всегда есть, количество, там, ну, вот этот самый CTR, эффект этого баннера, он выше, потому что на мейле каждый вот тут есть, и тут есть, и тут можно кликнуть, и здесь можно кликнуть. Совокупный CTR у них получался меньше. Ну, другое дело, что интернет-рекламу, тем более брендинговую, которая подходит для этого места, не всегда можно измерять по CTR, а в последнее время нельзя вообще. Но это уже, как бы, следующий этап аргументации. Как быть, как балансировать эти интересы? Ну, кажется, что, да, действительно, пользователи самые важные в этом отношении. В том числе потому, что если вы обидите, так сказать, одного, значит, в силу закона больших чисел вы обидите сотню, а то и сотню тысяч. Если вы обидите одного рекламодателя, то у вас их еще, предположим, 50, но окей, значит, там, одного рекламодателя, в конце концов, можно отдельно уговорить, там, бутылку коньяка ему дать, там, все такое прочее. Вот, это уже, это другие люди должны этим заниматься. А продуктовое решение лучше, конечно, базировать на интересах пользователей. Их долгосрочная лояльность в интернете гораздо важнее, чем правильная бизнес-модель. Ну, возьмите пример, например, с Facebook, который много лет искал формат правильной мобильной рекламы, и теперь, там, 80% дохода получает именно от мобильной рекламы. Хотя ему все эти рекламодатели долго нарекали на то, ну, рекламодатели подстроятся в этом отношении. Что же касается, там, общения с будущими партнерами нового сервиса, который так или иначе зависит от, там, контента этих самых партнеров, то партнеры люди деловые на самом деле. И с ними можно обсуждать не только факт в виде готовой статистики, но и бизнес-план в виде каких-то там четких этих. И, в принципе, ну, тут просто надо понимать, что если вы наметили себе 100 партнеров, то для того, чтобы их получить, нужно обойти 2000. Вот это нам, так сказать, мешает очень часто. Мы считаем, что стрелять нужно всегда в цель. К сожалению, там, общение с партнерами – такие же холодные звонки, как в продаже. Такие же холодные контакты, как в продаже. Поэтому, да, конечно, надо ходить, 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 ходить. Вот. И в итоге все-таки добиваться понимания. Ботами совсем не рекомендую, конечно же, нагонять статистику. Я понимаю, да, но, ну, то есть это вот как раз не надо, потому что, особенно на первом этапе, когда вам как раз важно показать, что вы там серьезные, вам самые первые партнеры – это почти то ли кредиторы, то ли кофаундеры, то ли вот что-то тоже очень такое эмоциональное. Так, еще вопросы. Привет, здравствуйте. Меня зовут Антон. Я хотел спросить, вы много рассказывали, ну, в ходе интервью, классных историй о том, как прикольно и действительно успешно был ваш самый первый проект, связанный с форумом по оптимизации и тому подобное. Потом карьера в Яндексе, потом терминал 42. Никакой карьеры. Вот как в 2005-м стал генеральным директором, так и ушел фактически. Ну, я был лишен вообще возможности к продвижению. Ну, высокая позиция, скажем так. А вот в частности ваш первый проект и сейчас терминал 42. У вас были еще какие-либо попытки создать бизнес, кроме вот этих вот двух? И, ну, возможно, если вы о них не говорите, возможно, они были не очень успешными. И вот это вот самое интересное. То есть, ну, задавали вопрос про фокапы, да, уже, но имеется в виду немножко не это. В какое время проекту стоит принять решение о том, что его все-таки нужно закрыть? Вот такой вопрос. Понятно. Значит, ну, нет, вот как-то у меня, ну, у меня была деятельность по частным консультациям, ну, по консультациям в области оптимизации, опять-таки, и даже работа в качестве оптимизатора. Только я был так сам себе агентство, который в одном небольшом агентстве под названием iContext выполнял всю поисковую оптимизацию в какой-то момент. На самом первом, по крайней мере, этапе. Ну, это была задача утилизации запросов от существующих рекламодателей агентства. Ну, это деятельность закончилась просто потому, что она была несовместима с работой в качестве сотрудника Яндекса. У меня были проекты, которые приходилось закрывать. Это, например, там вот все мои увлечения подкастами. Они рано или поздно заканчивались. Мне до сих пор это приятно, но оно не масштабируемо, а оно должно быть регулярным. Но оно не масштабируемо, потому что это авторский продукт. Группа может себе позволить иногда не писать песни. Вы не будете читать новостной сайт, если новости появляются там раз в несколько. Сначала много, потом нет. Ну, вот подкасты почти все не выжили, за исключением Radio T, который каждый… Ну, просто нас четверо, и вот каждую субботу, и громадная аудитория, и мы с этого… Я не знаю, когда мы оттуда спрыгнем и как. Ну, и уже есть рекламодатели, там не первый год, поэтому тут совсем не спрыгнишь. Уже подписались. В какой момент принимать решение о том, что делать, так сказать, с проектом? На самом деле, если вы начинаете задумываться, что вам хорошо бы принять решение что-то делать с проектом, то, наверное, с ним надо что-то уже делать. То есть есть такой идеалистический ответ. Если вам приятно им продолжать заниматься, продолжайте заниматься. Если у вас при этом были какие-то бизнес-показатели, и вы до них явно не плывете, ну, не допрыгиваете в обозаимом будущем, то, ну, можете, конечно, просто сказать себе, ну, это хобби, да, имею право. Я так оправдываю часть решений в терминале. Ну, мне просто нравится. Я в лес, так сказать, есть такие замечательные девочки, Bloom Twins, группа, две девочки, жившие в Броварах. Пять лет назад уехали в Англию, теперь выступают на разогреве у Depeche Mode. Популярные, там, стоят гигантских денег, чтобы их привезти, но тут мы влезли перед Atlas'ом, и первый концерт в Украине у них за всю их жизнь вообще случился в терминале. Ну, мне просто хотелось. Я понимал, что мы в лучшем случае выйдем в ноль. В этом проекте. На самом деле, даже чуть-чуть проиграли, но мы, но это такая, знаете, это еще и кайф. Суммирую. Значит, на самом деле, как у самолета, есть момент понятия решения. Это момент, после которого можно остановиться. Значит, в момент старта вы должны понимать, как вы из него будете выходить. Если вы не знаете, как вы из него будете выходить, вот представьте себе, вы начинаете проект, вы умоете с этим проектом. Вы к этому готовы? Если нет, значит, проект надо завершать чуть-чуть раньше. Когда? Задайте эти вопросы и получите на них, ну, поставьте, дайте себе какие-то ответы, пусть даже наугад. Закончу через 10 часов, 17 минут. Это тоже, на самом деле, ответ, ну, хотя довольно абсурдный. И постановка вот таких вот ряда вопросов вам поможет просто вот на чистом листе бумаги написать какой-то список критериев. Лишь просто поймите, какие из них вам нравятся. Там, закрою этот бизнес, когда заработаю миллион долларов. Заработал миллион долларов, все, закрываю бизнес. Важно выполнять, между прочим. Я немножко перефразирую свой вопрос. Вот у вас есть ваш стекущий бизнес, терминал 42. Вы, когда его начинали, вы наверняка закладывали какие-то туда показатели. У вас был бизнес-план либо на бумаге, либо в голове в любом случае. И вы планировали, как оно все пойдет. Как в жизни бывает, все идет не совсем так, как ты это планировал. И вот сейчас, ну, у вас есть существующий бизнес, все как бы хорошо. Как вы себе видите, такой вот, не личный вопрос, а вот касательно бизнеса. Когда вы смените направление, например, какую-то новую идею начнете разрабатывать, кроме терминала 42. Вот касательно этого вопроса. То есть все вроде неплохо, но как-то не так, как хотелось. Мне в этом отношении не очень везет, потому что я как в случае с форумом, так и в случае с терминалом отчетливо понимаю, что так просто от него не избавиться. Потому что в обоих случаях это проекты, связанные с комьюнити, и есть ответственность перед комьюнити. Ну, то есть ко мне несколько раз, часто на самом деле, одно время приходили с предложением продать форум. Уходили после вопроса, ребята, а что вы будете с ним делать? Потому что, ну, мне как бы не то, чтобы горит, и я не готов обсуждать вопросы, которые могут закончиться ответом. Ну, как, в чем, мы поставим везде свою рекламу, там, и сольем всю эту базу к себе, и все. Ну, извините, так сказать, не для этого, так сказать, растили. Ну, и потом действительно, как печально смотреть, как это все дело будет загублено. В случае с терминалом, примерно, та же самая ситуация. Даже если он завтра будет там. Вот если завтра придет ко мне компания WeWork с предложением его купить, или что-то с ним еще сделать, я сяду очень сильно думать, потому что я понимаю, что ребята делают правильно, и ребята, и, в принципе, им не жаль доверить вот этот свой проект. И они его потянут куда-то сильно выше, куда я, боюсь, на данный момент не смогу потянуть. Вот. Но если придут ко мне, там, я не знаю, кто-то с предложением, что вот мне просто нужно, вот, чтобы тут вот, ну, я не знаю, там, не партия регионов, конечно, к ночи будет помянута, да, но придет кто-нибудь там со словами, что вот мне надо показать поддержку и так далее, давайте мы вас тут вот, и так далее. Я с удовольствием пускал, у меня там в коворкинге были в разное время Геннадий Труханов, Саша Боровик, Михаил Саакашвили и так далее и тому подобное, вот, но вот мы не являемся политическим образованием, поэтому это вот не то, с чем мы готовы пожениться в будущем. И, в общем, как выходить из этих бизнесов? Это тогда, когда придет кто-то, кому не страшно это доверить. Ну, или когда, я не знаю, там, ну, комьюнити, может, бывает, умирает, хотя я не знаю. А если не придет никто, значит, придется это тянуть дальше. Ну, смотрите, на самом деле форум успешно построился так, что я его не тянул. Там есть команда. И она будет тянуть. То есть, если мне в край будет необходимо что-то с ним сделать, я пойму, что я, в принципе, туда не заглядываю, я им просто либо делегирую, либо скажу, что, ребят, ну вот, вот вам каждому по 10 процентов и решайте сами, как хотите. В случае с терминалом мне пока все нравится. Я имею в виду, там, конечно, все совсем не так, как на самом деле. Там мы сильно были оптимистичны про одно, пессимистичны про другое, а что-то вообще так люди не делают, как мы планировали. Но, в общем, эти шишки, они нас многому научили и еще научат. Но вот выходить… Я, в принципе, готов там немножко помереть с ним. Поэтому, отвечая на мои собственные кайтеры, да, вполне можно. Но в целом, я просто к этому лично отношусь довольно. Всегда будет вопрос, а что вы с этим будете делать, не загубите ли вы первоначальную идею. Но она мне до сих пор важна в обоих случаях. Мне она и в Яндексе важна, но, к сожалению, там, в общем, компания не вся моя была. Здравствуйте. Какой бы совет вы дали себе 20-летнему? Ну, совет был бы очень простой. Займись бегом. А то как-то знаете… Нет, сейчас очень здорово этим заниматься, потому что, несмотря на то, что возраст увеличивается, но последние три года у меня результаты все лучше и лучше. От пяти километров добежал до марафона. Ну, в общем, да, отсутствие физической подготовки, оно мне как-то все это время мешало. Ну, и курить бы попросил бы бросить. Потому что бросил я все-таки не 20 лет, а 13 лет назад. А если более приземленно в части бизнеса или там какой-то вообще деятельности, ОНН заставил бы себя выучить язык программирования какой-нибудь. Но, понимаете, 20-летний я – это 1994 год. Это никакого ПХП, почти нет перла. Интернета нет вообще, ребят. Чего изучать-то? И, кстати говоря, учебников тоже. Тогда было не очень хорошо. Тогда было ООП, Турбопаскаль. И я даже что-то из этого учил. Но вот… Вы знаете, на самом деле, кстати, по поводу программирования, мне гораздо сильнее кажется повезло в том, что я не умею программировать. То есть я могу, конечно, залезть в код что-то поправить, но я всегда предпочитал… Я научился складывать разные детали готовых вещей. Это не копипастинг. Я складываю просто скрипт плюс скрипт. Движок плюс движок. Но в итоге, вот там буквально полгода назад, путем таких складываний, я умудрился построить на сайте терминала аналог Ticket for Event и To Event одновременно. Вот мне не нужны оба этих сервиса, потому что есть готовые решения, которые за условно говоря, за расход в размере 100 долларов плюс мое время, дали полностью работающие тикетинные решения на базе для меня лично, ну для нашего сайта. Точно так же развивается форум, кстати говоря. Мы очень мало там написали что-то своего, зато мы пользуемся всем богатством человечества в плане модификации кода форума, который кем-то уже опробован. И может быть, вот не умение программировать, это даже благо в некоторых случаях. Я никогда не пытался написать свое с нуля, точно без багов. Как-то всегда предпочитал выбирать готовое. Я продолжу задавать вопросы. Я вовлеклась, мне интересно. Интересно прежде всего, что является ключевым для самомотивации бизнесмена? Я понимаю, что это все-таки 24 часа в сутки и ночью вставать, и иногда там еще что-то. Что такое для тебя лично самомотивация? В чем она? Интересно. Вот мы запускали, ну, запустили два месяца назад новую версию сайта Search Angels. Мы перевезли его с BitX на WordPress. И это вот безумный драйв, что-то опять делать руками. Хоть и с готовым, но все-таки руками там где-то поправить, где-то что-то починить. И это просто очень здорово. Сидишь, занимаешься, отлаживаешься в продакшене. Вот, вот так приятно. Вдруг бац, 4 часа утра, а вообще-то завтра как-то с утра встать, побегать и на работу. Второе. Ну, мне вот в этом отношении повезло. Я не просто железнодорожник, я потомственный железнодорожник. Поэтому это мне привычно, что ночью можно встать и побежать, так сказать, что-то делать, потому что оно все должно бежать. С другой стороны, я бы про холодную голову. Иногда можно решить, что в конце концов, так сказать, высплюсь и с утра со свежей головой все решу. Это если, конечно, упало что-то не очень критичное. Если падает вагон, к сожалению, надо вставать и бежать, значит, в сторону станции. Для меня мотивация – это интерес. Ну вот, просто это должно быть страшно интересно, приятно там и так далее. Этим можно заниматься почти бесконечно. Вылизывать там чего-то, полировать очередной участочек сайта до блеска, чтобы все было совершенно замечательно. Это заставляет действительно сидеть там сутками направлять. Ну, это на самом деле… На самом деле мы все эгоисты, и даже то, что нам кажется, так сказать, альтруизмом и попытками сделать чего-то хорошего, мне всегда было приятно что-то делать для других, что-то, потому что это мне было приятно делать. Знаете, это был мой эгоизм вот такой. Вот я там героически, например, отходил к больному товарищу в больницу, я чувствую, что я… Ох, какой я одна, оказывается, альтруистический. Вот. Мой эгоизм от этого, моё эго вот растёт от этого всего. И вот мы всё равно любим ту эмоцию, которая на нас в итоге проецируется, а не тот факт, что мы кому-то делаем благо. Вот мне так кажется. Поэтому вот пока я приятные ощущения, так сказать, испытываю, можно сделать всё, что угодно. Вот мне приятно что-то делать. Мы очень много чего-нибудь бесплатных каких-то мероприятий проводим или там помогаем, например, там всяким общественным организациям или вот там даже такой благотворительная помощь Одесской областной администрации. Очень часто у нас встречается. Но денег у них всё равно нет. И максимум можно кофе продать каждому по отдельности. Но это интересно. Это как-то, наверное, помогает. Тоже приятно. Вот когда говорят спасибо, приятно. Вот ради этого приятного, не ради этого спасибо, а ради этого приятно от спасибо, можно работать. Вот мне кажется, что так правильнее. Да, да. Запись, видимо, будет лучше. Ну и вообще класс. Такой вопрос. У вас очень длинный такой богатый бизнес-опыт был. И возможно, вам когда-то приходилось иметь дело с инвестициями или с внешними инвесторами и тому подобное. И в связи с этим вопрос. Ну, во-первых, имели ли вы дело с этим всем? И второе, это представим, что вам на ваш форум, который вот у вас был 20 лет назад, приходят люди и говорят, что мы готовы… Ну, вы понимаете, что вы можете развить его самостоятельно. Ну, он развивается потихоньку, медленно, но растет, и вы единоличный владелец, вас все устраивает. Или вы можете привлечь инвестиции, и рост будет намного быстрее, но это будут внешние инвестиции, внешние обязательства, и все вытекающие отсюда радости жизни. Как бы вы поступили тогда? Я не вижу здесь особого противопоставления. Объясню, почему. Значит, то есть это, конечно, какой-то баланс. Между полной независимостью, таким бутстрапингом, все за свои деньги и так далее, и с другой стороны взять чужие деньги, на чужие деньги что-то сделать. Значит, здесь важно, вот если ставить себя на позицию человека, выбирающего медленно, но без обязательств, и быстро, но вот с определенными обязательствами, здесь важно понимать, что, ну, во-первых, что-то должно быть сделано тогда, когда оно должно быть сделано. Это, к сожалению, мало понимают, часто не понимают разработчики. Сейчас опять состою, но в Яндексе была одна проблема. Это новогодние проекты. У него дедлайн не передвигается. Нельзя делать новогодний проект и вдруг понять, что, нет, знаете, наверное, мы его запустим в первом квартале. Ну, не получается. Поэтому героическая сдача, так сказать, новогодних проектов или там проектов к Олимпиаде превращалась в такой трэш, и все, что можно себе представить, значит, в большой компании, что не в сказке сказать и лучше никому не рассказывать. Самые баговые проекты, самые недодуманные, вот это было такое. Значит, но, опять-таки, вот есть вещи, которые надо сделать в определенное время. Чтобы не получалось, как в том анекдоте, когда ударник еще три минуты играл после оркестра, а потом говорит, фух, ну догнал, наконец. И да, в этом случае чужие деньги брать надо. Это рычаг. Это то, что вы можете сделать. Это не надо при этом… Но тут вот что точно должен понимать бизнесмен или там условно говоря, автор идеи, берущий чужие деньги для воплощения идеи. Идею воплощать ему. И это его часть работы. То есть дело инвестора дать деньги под его обещания. Его дело выполнить эти обещания. У Яндекса была прекрасная ситуация. Умные, ну в том числе Аркадий Волош, он все-таки предприниматель со стажем. Яндекс не первая его компания. Кстати, и не вторая. И они написали себе самый правильный устав компании. Совет директоров не имеет никакого права в Яндексе диктовать содержание сервиса. Есть финансовый план, он утверждается советом директоров. Да. Но как делать проекты? Это задача компании, а не ее совета директоров. В этом плане. Вот задача бизнесмена, взяв чужие деньги, выполнить свои обещания. И когда берешь эти деньги, соответственно прописываешь, что инвестор не может делать никогда. Потому что он не должен этого делать. Соглашаться на инвестора, который вам поможет, ну будьте готовы ко всему. Будет рамблер, да, извините. 15 лет назад, когда у вас был 15 лет назад, ну окей, да. Нет, там нет ничего, что требовало бы инвестиции. Ну то есть там в принципе нет ничего, что требовало бы инвестиции. Там готовый скрипт, там работа. То есть это комьюнити, это вот, понимаете, там нет ничего, ради чего стоило бы посадить 10 человек программистов даже там и полгода платить им зарплату. Там нет железа дорогого. Оно все, оно там, если оно нужно дорогое, то пойдет, то тогда, когда будет достаточно аудитории. И поэтому, нет, для этого нельзя было бы. Вот для терминала, кстати, надо подумать, потому что, значит, есть несколько, некоторые вещи, когда вот сейчас вот важен темп, например, быстро что-то сделать. Честно говоря, если бы там год назад я бы не пожалел бы денег не очень больших на концертное оборудование, оно бы уже окупилось. Ну ладно, окей, хотя с другой стороны, все дни, когда не было концертов, я бы смотрел бы, что оно стоит и не окупается. Надо понимать, так сказать, вот что надо сделать точно в тот срок, когда надо сделать, вот прямо сейчас, ну надо чувствовать. Вот. Надо понимать, что вот под это можно взять уже и деньги, но при этом, мне кажется, более правильная позиция, когда предприниматель, привлекая деньги, все-таки за выполнение этих обещаний, данных на эти деньги, выполняет, отвечает сам и рулит процессом сам, разделяя ответственность инвесторам. Дело инвестора цифры, дело предпринимателя, продукт, который он по этим цифрам делает. Вот. Ну вот как-то так. Предложение. Прошу всех гостиную, возьмем кофе, включим музыку и договорим. Я прошу вас еще побыть минуточек 20 с нами. Дело инвесторам. Редактор субтитров Николаева puisquай – Продолжение следует...